здравствуйте мои дорогие здравствуйте с утра чего-то как взялась за работу и не поздоровалась так что время уже идет к обеду и вот с утра провозилась вот с таким украшением из кошачьего глаза все утро у меня на него ушло потому что пришлось переделывать несколько раз да как вы думаете это же собрать это одно сначала надо придумать да еще так сделать чтобы вот а чё переделывала потому что на тросике на ювелирном вот это все я думала что вот эти вот внизу кисточки сделаю тоже на этом тросике ну то есть протяну их туда вниз и на них сделаю сделала хорошо тросик лишнее у меня вот не обрезала ну а они же на тросике стоят с таймя в общем короче говоря некрасиво переделала на цепочках и вот все это дело у меня ушло время уже сколько пол двенадцатого я вот во сколько с 7 утра наверно потому что раньше ничего в общем вот делаю вот такую красоту ой мои хорошие на улицу выходила холод собачий да но и в доме прям чувствуется холодно на градусники 4 градуса тепла но ветер вот леденющий знаете такой бывает в мурманске в феврале просто вот ну такой ледяной ветер котенок за мной выскочил и тут же назад побежал скажет но его нафиг гуляй сама если тебе охота вот а чё я хотела еще сказать сейчас сейчас в процессе но пока работала у меня шоу сериал лектор но я их так-то не смотрю слушаю больше конечно вот была там художница и и очень мне у нее понравилась шапка причем у нее шапки эти и летние и более теплые но такие осенние вот хочу шить такую шапку это шапка конечно там героини были длинные волосы прям длинные и она под эту шапку их просто убирала то есть если вам нужно спрятать допустим не расчесанные или не мытые длинные волосы то это в самый раз шьется очень легко из любой футболки у меня вот есть был такой свитер тонкий с карманами я его давно отрезала а никак никуда не пущу вот короче говоря вот это с карманами то я оставлю на что-нибудь другое а спина то прям самый раз подойдет вот и чем хорошо что тут вот резинка прям широкая шьется легко вообще-то 10 минут дело вот просто я понимаю что такую шапку не каждая оденет хотя в принципе ничего в ней такого нету вот но я себе такую длинную не буду делать прям до спины если сделаю наверно покороче просто я люблю такие головные уборы знаете которые просто вот одел и пошел мне очень нравится дамы в шляпах у меня подруга в мурманске татьяна валерьевна она всегда в шляпках мне так нравится но я не умею их носить она мне подарила когда-то давно лет десять назад шляпу так я их где-то оставил ну не мой это стиль а вот эти вот знаете раздолбайские как я их называю еще я называю то что я люблю носить бомж стайл стиль бомжа я тут же футболку как-то себе делала и забыла вам показать надо показать в общем короче хочу еще сегодня шапку сшить сейчас покажу футболку забыла про нее вот хочу вам показать вот эта футболка моей любимой фирмы фирма это испанская фабрика шьет одежду в барселоне вот я даже не знаю как она читается вернее не помню вот она изнутри вот такая и вот один рукав такой другой рукав такой вот такая спина такой свободный перевод название этой фирмы не как у всех я очень люблю эту фирму меня еще есть сумка я вам покажу но проблема в том я ее ищу по всем секонд-хэндом понимаете ну она очень редко попадается очень редко у меня еще есть одно платье но опять же совсем маленького размера ну прям наверно сорок второго вот я все думаю чтобы сделать и вот нашла я футболку секунди она маленькая но мне мало ломала ломала голову такого цвета у меня футболки нет в общем не нашла я такого цвета ну и чё я купила зеленое кружево да но другого немножко цвета конечно не немножко сильно отличается но так как сама эта одежда вот эдакая поэтому я думаю ничего страшного вот и сшила и вшила я в бока вот это кружево вот так что люблю я что-нибудь такое сделать вот если кто знает кто знает как читается я в английском не сильна в испанском тем более скажите мне пожалуйста вот сейчас еще сумку вам покажу ну вот такая сумасшедшая сумка и пайетками вышитая но беда в том что ей уже много лет она у меня уже все уже никуда не годится я так хожу конечно с ней но она уже вся облезла в общем и патина у нее уже в общем совсем и замок сломанный но я ее очень люблю я ее очень люблю вот такая вот фирма да вот у нее у них такое все разное тут один тут другой ну в общем я как любой творческий человек немножко сумасшедшим поэтому люблю вот такие вещи вот кто-то мне скажет да есть интернет-магазин этой фирмы да есть но последние два-три года не очень мне нравится что они выпускают вот это уже немножко не то поэтому я вот ищу ищу в секундах но крайне редкого ну просто настолько редко и в основном все маленькие размеры поэтому они и пальто выпускают не знаю сейчас выпускают нету раньше и все ну вот встречала я и все это какие-то сороковые размеры так что вот так вот мои хорошие сейчас доделаю это украшение буду шапку себе шить ну мне шапку то шить просто захотелось вот я увидела в этом фильме захотелось думаю надо шить сейчас вот замочек поставлю вот у меня вот приготовлены вот этот так называемый лебедь который в общем самой удобно застегивать на спине вот ладно увидимся попозже ну что приступаем вот у меня половина свитера сейчас я прям вот по швам вот так вот отрежу половина ну спину в данном случае мне неудобно одной рукой а штатив у меня нет большого штатива так разрезала пополам теперь нужно сложить ее эту часть пополам и по размеру вашей головы от от лба вот до затылочной части шеи смерить надо и прострочить вот так ничего тут особенного но мне очень понравился ну сам результат но я еще раз говорю вот это вообще здорово тем у кого длинные волосы и вот так ходят с распущенными волосами то есть одел эту шапку на голову и пошел пришел снял и все ну и все и шевел так а сзади снизу как хотите можно так прострочить можно собрать в узел вот там у нее в фильме было несколько вариантов этих шапок я наверное вот так вот сейчас соберу да и все у меня-то с моей лысой головой вариантов масса ну вот и все пойдем мерить ну вот сейчас я вам и продемонстрирую такую шапку мешок ну и все не видно сзади там вот и все вот она в фильме прям вот эти длинные свои волосы она вот так вот через лицо одевала и все волосы у нее туда убирались вот вроде бы просто а очень удобно вот а я себе сделала покороче немножко а ну собственно покороче она будет такие уже были шапки покороче вот такая вот шапка в фильме углядела а ну и вот и футболка вам заодно ну что дома-то ходить на участке зато любимая фирма бегает хвост задравши очумелый кот выскочил дверь не закрылась ну я не закрылась за дом шла выскочил вот что творится ну что мои дорогие доделала я зонт два с лишним километра джутовой веревки ушло вот то что он у меня вот такой слабый это специально он намокнет сядет натянется и будет от солнышка зонтик посмотрю может я его потом покрашу а не знаю вот пока посмотрю как он натянется нормально ну должен нормально ну что сделала я мусы с солушкой вот такие вот длиной они 80 сантиметров солушки вот эти съемные и мало ли захотите там ну убрать сок как-то по-другому одеть можно их снять вот но тут еще еще вот короче говоря вот так вот это мусы прям трансформер можно сказать можно носить одни с совами можно если захотели сов снять и одеть еще одни вот но не в общем в одном стиле бога это когда много разной фурнитуры в разные бусины по размеру и по составу у нас мне по составу и камни стекло и даже пластик есть но пластик винтажный в отличном состоянии вот а сейчас винтаж ценится дороже чем новое потому что качество у них конечно просто замечательно так что вот такие вот сделала я говорила потом побольше наберется я покажу тогда на манекене все что сделала и вот сделала вот такой чокер я так думаю что это рок животного а может и кость а может и рок но факт тот что это натуральный такие получились у меня бусины крупные сделала такой на шею короткая ну короткая на 50 сантиметров если шея тонкая то будут как бусы так что это то что я доделала вчерашнего когда пленка когда пленка у нас он и и и и